добрый день или вечер того что-то типа там смеркалась вроде бы так добрый да я с херсонской области юг украины я говорю с херсонской области юг украины а вы откуда вы липецк а липецк да 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 липа липа вас говорят да все это липовая липо это наверное липовый там какой-нибудь мед да липовый мед мед и чтоб там вам жизнь медом не казалось наверное вот так сказать издеваются над русскими людьми до я не ну как бы я не знаю там олигархи правительство что-то говорят обворовывают вас качаете миллиарды кубов газа нефти там алюминия там всего и энтово того вот негодяи какие и а вы так бедно живете что-то будет непонятно что бывает такой ну как вы так и будете с колен тогда вставать будете сколько же можно да мы не вставали я знаю не вставали так пора вставать на колене не они вставали а путин говорит а специально чтобы вы как бы не расстраивались что мы стоим встаем а вы стоите на коленях а на самом деле у вас хорошо только вы как бы все время заритесь там у меня у меня хорошо серьезно у вас хорошо это делаю в таком раю проживаете что хорошо но если в липецке ну и вот это там хорошо или вы туда у меня у меня да какой командир нет я в городе липецкий вас сколько это километров от москвы это 460 а это вы как бы уже по колбасу не ездите туда в москву как при брежневе не не я дома дело дома так вышел это свиней там держите не а чего вы делаете с бумаги сто лет поехал купил мясо сделал колбасу а надо купить мясо сделать конечно ага и что вы там в нее набивает дело из мясо делаете ну да в деревню поехал купил поросенка сделал и везете поросенка домой но почему нет машину кинул до привез так вышел в частном секторе до поросенка и вот это мараться там его колоть зачем колоть уже разделанного а вы уже разделанного ну конечно же живого то есть они не привозят к вам на базара приходится вам ездить искать по деревне зачем базар это базар а вы что там вы приехали в деревню и кричите а у кого здесь поросята уже знакомые есть держит на продажу и вы что едите свинину а почему бы нет ну вы что говорите что там все время хохлы едят сало мясо свинину а вы что голодать должны что дать я у вас там все время удивляются что украине тут едят сало вам тому что кто удивляется ну я знаю там вы удивляетесь вы как там удивляетесь в основном у вас же там в основном мусульманское население они не любят народа не пара где мусульманское население ну в россии вы когда были в последний раз в россии ну в москве был там одни ходят вот эти да ну москва вы я говорю вы когда были мы последний раз в россии последний раз в двенадцатом году но говорят там их еще больше теперь кого но этих сазе людей мусульман которые чушка декущий сейчас поменьше все уже разъехались по домам все а как бы бабки в москве заканчивается понял я не знаю в москве я в москву не ей ну хорошо так вы считаете что там живете вы на должном уровне вот это с такими колоссальными ресурсами считаете что достаточно она мне достаточно ну конечно так если в липецке все время сидеть зачем чокся он смотрите живет где-то в яранге у него ничего-то никаких удобств нет он говорит я никуда не хочу здесь у меня прекрасно вот мы тоже так у меня в липецке два дома так в казахстане две квартиры так севастополе квартиры и симферополе дачи вы кочевник да да так а вы в симферополе давно были каком девятнадцатом на дачу ездили два года назад да да понятно скажите вот там в москве протекает река москва санкт-петербурге него а какая в симферополе река как называется я не знаю не знаете да а у вас еще там в севастополе тоже что-то же говорили квартира или что-то такое да скажите мне пожалуйста назовите хоть одну севастопольскую бухту не знаю да или пляж пляж севастополе камышловый например бухта солнечный пляж для пляж какой-нибудь назовите например набережная например как называется набережная всевастополе где хочет на него набережная набережная всевастополя вот где памяти где памятника погибшим кораблям вот там набережная идет имени кого она называется где военные парады вот проходят ну я там был один раз я понял один раз были какая-то я понял да нет имени корнилова скажите пожалуйста а пляж что такое учку и у кого не знаете пучку и в к это так это северная северная сторона на севастополе на пароме там переплываешь смутное опознание район где старая как ее там да это пляж это мучку и ука николаевка там фиолент хрустальная но не знаете да в общем да я понял да вы обманщик это ваши мечты вот мечты такие скажите а в казахстане у вас каком городе квартира я сейчас и все по казахстану вас провал ноги а в алмате да скажите пожалуйста в этом жили когда-нибудь казахстане или 40 лет в алмате скажите пожалуйста что такое аксункар ой белый кто-то там сумка белый да да это сокол по-казахски у них там вот возле аэропорта есть магазин сокол называется скажите мне пожалуйста чем можно добраться на медео на медео на машине на автобусе а там потом пешком как какой я туда автобус ходит да откуда я знаю чем на автобусах да вы и алматы не знаете нифига ладно вы какой-то фантазер да у вас на вы меня расскажите вас на марсе наверное еще квартире нету на марсе да нету давайте байбай все все добрый еще да добрый очень добрый добрый я андрей за у меня вот понимаете никто не зовет в гости но имя мое олась олась красивое имя ну так сказать да редко наверно в россии наверно вообще нету такого неправда есть у меня с какой целью назвали украинским именем у меня я не буду про него говорить не знаю с какой целью его назвали у него корни тоже украинские но у меня к примеру дед тоже украинец бабушка украинка родственники под киевом живут да это прекрасно только надо говорить не не украинец а украинец хорошо ну так на всякий случай да понятно ну тогда ясно что как бы а также как говорится с бухты барахты не могут же где-то там врезали да взять и назвать вот такого есть но с чего бы это назвали конечно чтобы не назвали а вы где я из херсонской области это юг украина а я с питера питер северо-запад россии да вы там как бы по наехавший или коренной нет я по наехавший еще с родителями или уже так самостоятельно нет самостоятельно а в начале где вы там жили в россии я объехал пол россии да нет основной родился в татарстане я понял в общем бы как бы это объехали пол россии посмотрели на все это и поняли что надо куда-то ехать или в питер или в москву потому что там делать нечего да не правда нет мне понравилось во многих регионах санкт-петербург я приехал потому что моей дочери понравился санкт-петербург а если дочери понравилось надо ее желание реализовывать я удивился бы если бы ей там понравилось читали ли какая-нибудь кулунда конечно понятно понравится вот наверное там баракова на этих досмотрелась а потом бы показали что есть и пару городов у россии хороший москва и санкт-петербург вот она и захотел оттуда также я с вами не согласен в чите очень хорошие дома там климат резко континентальный и если там вы говорите о бараках там бараков давно не что очень сильно развивается и со всех регионов с байкальского края и бурятия читу съезжаются люди и строятся как частный сектор так городские строения интересно просто удивительно а я думал что эти вот читинские бараки нет еще существует все дома сделаны собственными партнерами зимой когда температура понижается до минус сорока восьми градусов машину на улице оставлять невозможно поэтому все дома оборудованы теплыми подземными парковками скажите пожалуйста вы действительно там были ли это вашей фантазии как бы чуть-чуть действительно будут жил на улице богомякова сейчас в руках телефон у нас связь пропала нет я тут смотрю вот есть чудесный ролик называется читинский аппарат ребята запах просто нереально невозможно снимать опять рвотные рефлексы начались но смотрите какие фекалии какая здесь антисанитария а вот ужас просто запах невозможный как вы видите район спальный спальный район тишина тишина здесь только собаки лают а так тишина и такой вот спальный район прямо большой он домов 30 домов и все ребята не постройки до войны строили японцы еще ребята делали на качество видите но им уже скоро будет по сто лет этим домам и они стоят никто их собирается вот такой вид звук он пойдемте сейчас сходим в туалет подписываем как только туда сука пройти ребята здесь просто остаются коровьи туши валяется и ножка будет как фильм ужасов кровь какие таблица рога и также видно он смотрите конечности каких-то может это люди мощные люди друзья вот вам бесплатные туалеты вот сюда люди ходят в туалет выбирайте любое как сказать на вкус и цвет извините что мы показываем вам такую картинку я понял как бы мне кажется вы все приукрашиваете там вот у меня есть знакомый блогер из 4 его канал называется дикий кочегар пожалуйста найдите вот так на досуге посмотрите что там происходит там вот стоят бараки еще японцы пленные вот их там строили понимаете послевоенные годы и там действительно проживают люди и прямо вот стоят ряд туалетов прямо вот так так сказать на улице пожалуйста посмотрите чеченские бараки я такой ролик это какой район какой я там не был дадите ролик чеченские бараки какой я понял точно также можно посмотреть площадь ленина в чте и и окружающие скажите пожалуйста какой целью там еще вот этого ленина там площадь есть что еще до сих пор учите идут коммунизму или как это понять эта история причем здесь идти коммунизму причем здесь история и площадь ленина вот тут одна женщина выступает на фоне этих барак это не город это чита город читал это чита город читал это чита город читал самом городе практически не осталось это чита но ну как практически вот это какой-то из районов 4 возможно так я согласен это один из районов 4 ах тоже противоречие да это один из районов 4 я не знаю какой там называется советский там коммунарский может быть какой-нибудь еще ленинский ну вот такой район я же говорю море море роликов в бараках 4 пожалуйста найдите ознакомьтесь вы еще где-то там витаете так сказать в пространстве непонятном да пожалуйста ознакомьтесь почитайте и вот меньше фантазии вот этих меньше давайте да пространстве ну д м в Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok